Далее о решении не совсем спортивном по духу, которое противоречит положениям нормативно-правовых актов союзного государства, таможенного и евразийского союзов. Белорусские хоккеисты все же будут считаться легионерами в КХЛ. Об этом было объявлено сегодня после внеочередного собрания Совета директоров лиги в Москве. Напомню историю вопроса. Клубы континентальной хоккейной лиги к старту сезона 2015-16 начали готовиться еще в мае, предварительно заключив контракты с игроками, в том числе и белорусами. Гарантом того, что права наших соотечественников будут такими же, как и у россиян, был сам министр спорта Виталий Мутко. И вот когда сезон стартовал, Минспорта России дает задний ход. И это при том, что КХЛ изначально была на стороне белорусов. Наши будут на таком же счету, как и канадцы, финны, шведы и другие хоккеисты, выступающие в лиге. Правда, когда Белорусская Федерация хоккея заявила о нарушении положения нормативно-правовых актов союзного государства, было решено еще раз вернуться к этому вопросу. Впрочем, сегодняшнее решение вряд ли удовлетворит белорусскую сторону. Мы дозвонились в Москву председателю Федерации хоккея Беларуси Игорю Рачковскому и попросили комментарий. С одной стороны, звучат горящие фразы о развитии хоккея, а с другой стороны, получается, те страны, которые интегрируются в различные союзы, подвигаются, мягко сказать, некой дискриминации. То есть, по сути дела, идет разрушение. Когда прошло голосование по регламенту, изменение, точнее, в регламенту, но единственный человек, который голосовал против, воздержался, точнее, это был председатель наблюдательного совета хоккейного клуба Динамоминск Шунеевич Игорь Анатольевич. Мы представили свои доводы, аргументы, попросили взять паузу до того момента, когда юридические подразделения рассмотрят эти документы, но руководство Конституциональной Религии сочло, что необходимости в этом нет. Было такое ощущение, что с роботами, у которых запрограммирована речь, и которые не слушают никаких аргументов. Кстати, на сегодняшнем заседании не министра спорта России Виталий Мутко, не президент Федерации хоккей России Владислав Третьяк, не присутствовали. Всего в российских командах КХЛ перед стартом сезона значилось 14 наших хоккеистов. Возникает вполне логичный вопрос. Неужели такое небольшое количество может влиять или мешать развитию российского хоккея? Эксперты называют данное решение охотой на ведьма. Российские функционеры частенько идут на непопулярные меры после крупных поражений. А именно такое случилось в финале Чешского чемпионата мира, когда Россия была бита Канадой 1-6, а на Олимпиаде в Сочи и вовсе осталось без медалей. Кстати, любопытно, но на домашних играх в ростере хозяев было всего семь представителей КХЛ, интересы которых сейчас пытается защитить Минспорта. Все остальные играют в НХЛ, то есть в США и Канаде, где и вовсе лимит на легионеров отсутствуют. Продолжение следует...